Друзья, всем добрый день. Как меня слышно? Прекрасно. Меня зовут Владимир Коломенский, я директор компании «Прилов Консалтинг». И вот один из наших партнеров сказал о том, что, знаете, Владимир, мы знаем, что ваша компания занимается только звуком, больше вы же ничем не занимаетесь на самом деле. А другой мой партнер сказал, ну, Владимир, мы знаем, что вы довольно много чем занимаетесь, но из ваших брендов нам, честно говоря, даже не на что и посмотреть толком, непонятно, как это все продавать, и я хотел бы буквально, может быть, две минуты сделать такой общий рассказ о нашей компании для того, чтобы хотя бы чуть-чуть очертить круг тем, которые мы можем реализовывать вместе с вами. Вот. Ну вот, надеюсь, видно сайт сейчас наш, и если это так, то, соответственно, вот здесь вот мы назвали себя, как бы нашу миссию, дистрибьютор мультимедиа решений. То есть все, что мы делаем, да, благодарю. Та работа, которую мы делаем, это комплексные мультимедиа проекты, и мы работаем как дистрибьютор таких комплексных мультимедиа проектов. Вот если зайти к нам в каталог, то здесь, соответственно, вот вы увидите аудиооборудование, видеооборудование, запись трансляции, управление, аксессуары различные, Digital Signage и IPTV. Вот это вот шесть направлений, которыми мы занимаемся. И, например, если говорить про аудиооборудование, то все наши бренды подобраны, например, таким образом, что вы можете все соединить по данным. То есть, например, конференция системы Televig, система синхронного перевода Televig, аудиоплатформы Symmetrix и звук-фон, усилители или активные колонки – все это можно объединить в единую систему подранты, и таким образом получить максимально качественный звук по единой цифровой сети. Если говорить про видеосистемы, то, опять же, здесь вот я покажу такую вот небольшую картинку из нашего каталога. Вот вы увидите, что мы, наверное, может быть, вообще единственная компания на рынке, которая может предложить четыре принципиально различных подхода к видеокоммутации. Ну, то есть, вот, например, на Крамере, если мы берем обычную матрицу, я немножко отворачиваюсь от камеры, у меня на другом экране, соответственно, представлена вот эта картинка. Матричные коммутации – все понятно. Мы так делаем уже все, многие, по крайней мере, и уже давно. Второй вариант – это очень похоже, но по-другому – это AV через IP. IV over IP. И, соответственно, мы работаем с компанией ZV, и вместо матрицы, соответственно, можно использовать обычные сетевые коммутаторы. Третий подход совершенно другой. На телевике мы можем реализовать передачу видео и коммутацию видеосигналов по цепочке, когда у нас подключается несколько видеоисточников в систему Plixus, о которой я буду чуть попозже расскажу. И, соответственно, устройство отображения, в данном случае обычно это устройство отображения на столе, но также это могут быть и большие мониторы, это могут быть проекторы и так далее. На всем этом мы можем делать тоже матричную коммутацию при помощи вот уже подключения по цепочке. И последний вариант – это ArturHolm. У них тоже есть возможность подключения по цепочке, где мы подключаем несколько источников, и, соответственно, на их мониторах можно вводить различный контент. То есть мы предлагаем очень широкие возможности для того, чтобы реализовывать вот такие, будем говорить, комплексные проекты очень по-разному и в зависимости от тех задач, которые стоят. Что ж, да, и последнее, что по этому поводу хочу сказать. У нас на сайте есть целый ряд посадочных страниц, лендингов практически по каждой линейке оборудования, которые нами представлены. Вот, например, есть там лендинг по конференц-системам телевик в целом, есть лендинг по мультимедиа-системам, есть лендинг по системам, что у нас тут, подицерна. Вот, и это же касается не только конференц-систем, но также у нас есть лендинги, например, по Epiphan, по системам записи и трансляции. Есть у нас лендинг по системам для больших проектов. Это видеопроцессоры Live Premiere от Analog Wave. Тут такие достаточно серьезные штуки. И, в общем, на каждой странице бронирования переговорных вы можете прям подробно-подробно узнать основные ключевые аспекты вот каждой из этих систем и чем они вообще могут быть для вас и для ваших задач интересны. Вот, ну а сейчас я надеюсь, что все собрались. И, собственно, мы переходим к нашей презентации. Громко мы ее назвали Confideflex, телевик, новый взгляд на понятие конференц-система. Я чуть попозже объясню, почему мы решили действительно вот так вот подойти к этому вопросу по-взрослому, что называется. Вот. Ну, пару слов о телевике. Сегодня телевик – это ультрасовременно и красиво. Вот здесь на фотографии представлено здание телевика, новый офис, который они построили несколько лет назад. И, конечно, телевик в последние несколько лет развивается семимильными шагами. У них уже более тысячи человек в компании работает. Когда мы начинали, в 2009 году было прям несопоставимо меньше. Вот. В прошлом году мы были с поездками... Нас приглашали дистрибьюторов на завод телевика в Болгарии. И тоже надо сказать, что там, конечно, все очень достойно, очень большая степень автоматизации. У нас у них реализованы станки, станки. Вот. И поэтому, конечно, когда вот мы смотрим на телевик сегодня, то прямо вот сердце радуется за такого достойного партнера. Но хочу сказать, что так было не всегда. И вот на фотографиях вы видите несколько... Ну, два конкретно прибора там из прошлого. Один из них немножко тут доработан с... Как это сказать? С мультимедиа консолью сверху. Но, по сути, в общем, примерно понятно. Телевик занимался аудиосистемами очень давно. Там компания работает с 46-го года. И я как раз хочу поделиться и рассказать о том, как вообще эта компания... Какой был наш путь с компанией телевик, как мы вместе шли, и вот через призму этого подвести нашу презентацию непосредственно к пульту, о котором сегодня пойдет речь. Потому что, мне кажется, очень интересно понимать, а в принципе, что это за партнер. И поскольку мы... Я непосредственно с компанией телевик работаю, получается, уже 12-й год, то есть чем поделиться и рассказать о том, как они к этому шли. И вот, наверное, начну вот с такой вот милой сердцу фотографии. Вот, да. Это вот мы с Александром Суховским, моим партнером, были... Первый раз поехали в телевик, вот поехали через Францию, через Бельгию. И, в общем, о телевике мы в то время знали не так уж много. Это был 2009 год. Это был первый год после такого вот мощного кризиса 2008 года, и когда мы реально почувствовали, что надо что-то менять. Потому что в тот момент наша компания занималась исключительно системной интеграцией, мы не были дистрибьютором. И пришло письмо из телевика с предложением о сотрудничестве. И, собственно говоря, на следующем слайде все, что мы знали о телевике, это вот этот вот микрофон, который мы, собственно говоря, знали по... еще по Сенхайзеру, потому что в то время... в то время телевик выпускался под маркой Сенхайзер, как ОЕМ-продукция. И, честно говоря, а мы к этому времени уже поработали со всеми серьезными брендами конференц-систем, и, честно говоря, ну, не особо привлекало это предложение. Но поскольку люди предложили, мы приехали. И, в общем, вот помимо вот этого вот микрофона, мы увидели еще некоторое количество не особо привлекательных товаров. В частности, вот вы видите, посередине эта интеграция в кресло у них была сделана, и было довольно много у них вариантов, которые они показывали с кастомизацией. В частности, вот здесь вот парламент Тибет они делали. Вот. И также это вот были наши первые впечатления, возможно, ну, как бы не самые крутые. Потом у нас был день обучения, где вот на таком вот испытательном стенде с конференц-системой, тогда она называлась TCS 5500, нам рассказывали о том, собственно говоря, как это все настраивается, как программируется. И вот здесь вот вы видите такой экран. Это была часть их дебага, дебаггинговой программы. Программа висла постоянно. Вот мы еще с Сашей заглянули потом сзади этого стенда, и, в общем, несколько были совсем, наверное, где-то разочарованы. И, в общем, под вечер мы решили, что, наверное, мы не будем работать с телевиком, потому что как-то это все выглядело не особо вкусно. Вот. Но нам повезло. И на следующий день у нас была экскурсия на два объекта телевика. И первый объект – это была Еврокомиссия. И вот я помню, что вот в этом вот зале, в одном из этих залов, я полностью изменил свое мнение и понял, что это настолько крутая система, что с ними точно стоит поработать. Почему? Потому что впервые я услышал от конференц-системы настолько кристально чистый звук. То есть мы работали с разными системами. Некоторые системы были, в общем, совсем не про звук, некоторые системы были со звуком нормально. Но всегда, когда мы сравнивали звук конференц-системы и обычных профессиональных микрофонов, динамических, конденсаторных, я имею в виду ручных микрофонов, например, то всегда конференц-системы сильно уступали. Здесь же были огромные залы с достаточно сложной акустикой. И, ну вот прямо я был честно поражен тому, насколько классно звучит эта система. Также нас поводили там по различным аппаратам. Мы увидели, насколько качественно это все было собрано. И, в общем, стало понятно, что если дело идет о нормальном, серьезном объекте, то телевик ставить можно. Потом в тот же день мы все это заполировали Европарламентом. Соответственно, там и в Еврокомиссии, и в Европарламенте тысячи и тысячи пультов установлены в десятках залов. И, в общем, стало понятно, что этот бренд, ну вот люди знают, что они делают. Основная их проблема заключалась в том, что на тот момент у них не было серийного продукта, по большому счету. У них все было вот именно кастом. И здесь, наверное, надо сказать, что нам повезло, потому что вот ровно в тот момент, когда мы начали работать с телевиком, они выпустили свою беспроводную конференц-систему двух диапазонах 2,4-5 ГГц. Это была первая конференц-система, беспроводная конференц-система в таком ключе. И сразу это, ну, возумело определенный успех. И у нас пошли практически сразу, как только мы заключили дистрибьюторский контракт, с ним у нас пошли хорошие проекты. Вот, наверное, один из первых проектов. Мы с трудом нашли фотографию. Июль 2010 года. Это вот заседание Госсовета было с Дмитрием Медведевым. Это была одна из наших первых инсталляций в настолько серьезные задачи. И тоже был очень сложный зал. Вот Дима как раз его тогда ездил, настраивал. Там сверху не видно, там такой стеклянный атриум, очень высокий. В общем, было довольно сложно все настроить, но в результате все были довольны. И потом, соответственно, в течение там ряда лет у нас было очень большое количество инсталляций достойных. Вот счетная палата, еще какие-то проекты были с первыми лицами государства и в коммерческих организациях, в государственных организациях. Мы начали с Телевиком совместно участвовать в выставках. С 2011 года мы участвовали в интегрете System Russia. Первый наш ларек, как я его называю, был, по-моему, даже в 2010 году еще. И вот с тех пор мы каждый год участвовали и по совместности с Телевиком. Позднее мы уже были, ну, как бы сами экспоненты, и Телевик был частью нашего стенда. В 2013-2014 году наша компания становилась лучшим дистрибьютором Телевика. Но потом случилось то, что называется Телевик Пликсус. И это было достаточно сложное время. Телевик принял решение снять с производства все свои системы, которые они на тот момент делали, и, соответственно, запустить новую линейку, которую они назвали Телевик Пликсус. Она обещала быть очень классной, но произошло нечто. Система оказалась сырой, мягко говоря. И на протяжении нескольких лет Телевик боролся с тем, что они решали там те проблемы, которые возникали с их системами, а мы, соответственно, занимались тем, что всячески старались их поддержать. И в целом я могу сказать, что вот наш подход, он получается такой, что практически со всеми нашими партнерами, когда мы начинали работать, так как-то складывалось, что у них, у всех начинался рост, и мы, в общем-то, росли вместе с ними. Но никогда не бывает, понятное дело, чтобы компания только росла безостановочно. Всегда есть взлеты, всегда есть падения. И вот на этапе взлета мы с радостью растем вместе, когда компания находится в сложной какой-то ситуации, мы вместе стараемся проходить те сложности и трудности, которые есть. Мы Телевик всячески поддерживали на протяжении этих лет. И только вот, наверное, последние 2-3 года они преодолели те сложности постепенно, которые у них были. И, собственно говоря, вот у них сейчас появилась полноценная линейка и в Пликсусе, и в Дицерне. И буквально я хочу показать несколько слайдов очень быстро о том, какая же сейчас линейка. У Телевика 2 типа пультов в системе Дицерне. Это базовые системы без голосования, без перевода, практически с минимальными возможностями управления. И я здесь также подготовил примеры того, что из себя представляет спецификация. В данном случае, понятно, это центральный блок, пульт делегата и вот сколько-то там пультов... Вернее, пульт председателя и сколько-то пультов делегата. И здесь мы также для различных систем, вот Дицерн и СЛ, это новая система, подготовили стоимости за одно рабочее место. Чуть позже я покажу общую диаграмму, чтобы было понятно, как у Телевика сейчас это все сформировано. Дальше у нас система Plixus, базовые пульты делегатские, пульты с полнофункциональным голосованием и с синхропереводом. Следующие пульты – это вот Confidei Flex, о которой сегодня мы поговорим. И, соответственно, пульты мультимедийные. Практически все эти системы формируются элементарным образом, то есть любой человек, который ознакомился с прайс-листом, может самостоятельно сделать базовую спецификацию. И вот, соответственно, линейка Телевика сейчас, она выглядит достаточно интересным образом в том смысле, что можно практически на любой бюджет, может быть, не считая каких-то совсем минимальных, где закрывают эти бюджеты какие-то другие типы систем, можно реализовать конференц-систему, ну, что называется, на любой вкус. Но практически все эти системы, они во многом являются системами дискуссионными или с какими-то дополнительными функциями. Сейчас вот мы пришли к тому, что получается… Ну, а в чем смысл? Почему тогда мы будем покупать систему за 400 евро за место или за 1000 евро за место, или за 1500 евро за место? Ведь они, по сути дела, просто микрофоны. И вот я хотел сказать, что нет. И вот у Телевика их слоган сейчас, он звучит так – «Match more than a microphone». То есть что-то намного большее, чем просто микрофон. И вот здесь кроется очень большая, ну, такая вот… Очень важно это понимать, что Телевик – это не просто микрофоны. И в каждой системе есть своя изюминка. И вот об этих изюминках тоже я в двух словах хочу сказать, чтобы было… чтобы вы примерно хотя бы понимали, с чем Телевик сейчас работает, что вы можете предложить своим заказчикам. Ну, вот первая часть – это софт, который называется «Congressify». Возможно, вы слушали уже наши какие-то предыдущие вебинары по этому поводу. Это программное обеспечение, которое устанавливается на планшеты участников, и оно позволяет, по сути, реализовать большую часть функционалов мультимедийных пультов. То есть здесь вот может быть повестка дня, здесь могут быть результаты голосования, здесь можно просматривать документы, которые предназначены для сегодняшней повестки. То есть… и при этом, по-моему, порядка 200 евро за одно место стоит вот этот вот софт в розничных ценах. То есть он сразу очень сильно увеличивает функционал любой системы, которая входит в линейку «Кликсус», и вы можете довольно интересно реализовывать проекты и отсоединяться, опять же, если в этом есть необходимость, вот каких-то конкурирующих систем, если в этом вы видите целесообразность. Потом очень классная штука. Вот здесь вот скриншот из тоже программного обеспечения «Кокон Аудио», который позволяет делать аудиоматрицу. «Телевик» работает с «Данте», поэтому мы можем каждый микрофон, точнее 64 микрофона или 64 группы микрофонов, мы можем выдать по «Данте» во внешнюю систему обработки звука и потом с этой внешней системы обработки звука забрать обратно. То есть если у вас, например, в системе 50-60 микрофонов, вы можете на каждый микрофон поставить симметрикс, условно говоря, причем самый дешевый, у которого не будет ни входов, ни выходов даже, просто по «Данте», который работает, и сделать обработку подавления обратной связи, эхоподавления, если у вас есть задачи, связанные с видеоконференциями, например, любая эквализация, все, что нужно. То есть вот здесь возможности «Данте», они позволяют делать, ну, это просто огромный шаг, на самом деле, по сравнению с большим, совсем с недавним временем, когда конференц-системы просто вот работали, вот одна настройка, и все микрофоны по ней работают. Сейчас мы можем настроить каждый микрофон в отдельности, и это, в общем, получается даже относительно недорого. Уже это все практически включено в состав систем. То, что касается видеоприложения, да, то есть мы можем каждому участнику выдать до шести видеоканалов, и, соответственно, человек может выбрать, он хочет смотреть докладчик, он хочет смотреть презентацию, он хочет смотреть какую-то, может быть, видеотрансляцию или что-то еще. Это тоже, ну, некий такой, мне кажется, достаточно приятный бонус для любой системы. Кроме того, мы можем реализовывать мультимедийные пульты не только на базе самих мультимедиа-пультов, у телевика это пульты с 7-дюймовым и 10-дюймовым экраном, но также мы можем реализовывать такие пульты на базе абсолютно любого сенсорного монитора. Вот здесь вот у нас представлен на левой части картинки сенсорный монитор, обычный, а на правой части, соответственно, комплексное решение, где мы делаем это с Артур Холмом, с моторизованными мониторами. Вот эта вот коробочка внизу, она называется Unibox, это некие, можно сказать, мозги мультимедийного пульта, которые просто вынесены наружу, и, соответственно, вот мы можем таким образом с помощью этого устройства реализовать систему на абсолютно любых сенсорных мониторах, как я уже сказал. Ну, и, соответственно, получается, что сейчас то, что делает телевик, особенно в последние годы, я взял несколько фотографий из наших объектов, и не с наших объектов, то, что они делают, это очень и очень впечатляет. Это вот в Дубае один из таких очень красивых залов. Здесь вот в Сколково делали одни из наших партнеров тоже мультимедийную систему. Здесь вот не мультимедия система, но тоже очень классная инсталляция. В Минпромторге тоже наши партнеры делали. Это вот я взял с сайта, где-то в интернете просто нашел. Здесь огромное количество моторизованных мониторов и, соответственно, телевик в резные панельки. Вот этот же зал, он выглядит таким вот образом, когда там никого нет. Вот еще один зал телевика в ООН, в Швейцарии где-то. То есть, короче говоря, на телевике можно делать очень и очень красивые проекты. И вот, собственно говоря, почему мы назвали сегодняшнее мероприятие как новый взгляд на конференцию системы? На самом деле, в каком-то смысле, это старый новый взгляд на конференцию системы. Современный взгляд, который, по крайней мере, я чаще всего встречаю в последние годы, это заключается в том, что мы смотрим на маржинальность, мы смотрим на цены, но мы перестали смотреть на красоту и стали смотреть, ну, хорошо, клиента есть, условно говоря, там 100 рублей, вот мы ему 100 рублей можем заложить вот такое-то оборудование, абсолютно не важно, будут ли это там микрофоны одни, вторые, третьи, вот у нас есть там необходимые финансовые показатели, которые нам надо достичь, и, собственно говоря, мы вот закладываем такую систему, не глядя практически ни на какие функции. И вот конфидея флекс, на мой взгляд, это пульт, который вызывает эмоции, это пульт, который вызывает желание его использовать в зале у конечных заказчиков, это пульт, который вызывает желание у наших партнеров его использовать. И вот я тут позволил себе вставить из своего WhatsApp вот такую вот переписку с одним из наших партнеров, вот, который как раз выражает вот эти эмоции, и, собственно, аналогичные эмоции у нас самих. То есть мы очень хотим это закладывать, потому что пульт очень классный, и вот много чего может, и может это красиво. Вот сейчас я передаю слово Дмитрию Буйкову, и он, собственно, более подробно расскажет вам о том, а что этот пульт, собственно, умеет. Вот, а я отключаю свой экран. Добрый день, коллеги. Спасибо большое Владимиру за столь развернутое вступление. Давайте продолжим теперь по сути нашей презентации. Отпишитесь, пожалуйста. Ну, во-первых, да, вы проголосуйте, как показывает там картинка на экране. У нас небольшое видео про этот пульт. Это промо-фотография от компании Телевик. Который она распространяет в связи с выпуском нового пульта Flex. Вы, конечно, можете посмотреть, сказать, постановочная фотография, на которой даже нет кабелей, подведенных к микрофонам, да, и которые никуда идут. Вот, я соглашусь с этим, но в связи с этим я просто хотел отметить, что, в принципе, очень близкий к этому вид можно добиться, потому что, во-первых, у микрофонных пультов разъемы подключения кабелей находятся снизу, и они скрыты. То есть, в принципе, если правильно, корректно выполнить монтаж, то, в принципе, можно добиться вот такого внешнего вида. Также здесь видно на этой фотографии, что это довольно низкопрофильные микрофонные пульты. В общем-то, очень неплохо вписываются в хай-тек стиль. Ну и дополнительно можно еще сказать, что эти пульты имеют отверстия крепежные с нижней стороны, которые позволяют этот микрофон зафиксировать на столе. У телевика нет никаких-либо переходных пластин, которые позволяют это делать. Но, в принципе, если приложить голову и сделать какой-то собственный переходник или каким-то образом крепить его к столу, в принципе, это возможно благодаря вот этим вот отверстиям. И, в общем-то, что себе представляет этот пульт? Как сказал Владимир, это, с одной стороны, да, действительно, новый взгляд на конференц-систему. С другой стороны, в принципе, сейчас для конференц-системы это нормально, что имеется один пульт, который можно с помощью лицензирования настраивать таким или иным образом. Поэтому я бы сказал, что не то, что это прям новинка, которая произвела взрыв на рынке, но я совершенно точно могу заявить, что телевик в этом случае идет в ногу со временем и все необходимые функции и то, как должен себя вести микрофонный пульт, как он должен быть использован, телевик действительно воплощает в жизнь, реализует. И сейчас мы дальше увидим, что именно. Итак, один пульт на всю систему. Возможность легко подстраивать подменившиеся условия. Что это значит? Это значит, что мы можем этот пульт настраивать в зависимости от того, как мы хотим использовать его в данный момент в зале. И так как мы можем это делать для любого пульта индивидуально, то мы можем, соответственно, разделять, ставить везде одни и те же пульты, которые, соответственно, одинаково выглядят, и при этом назначать функционал индивидуально. И эти лицензии не закреплены за микрофонами и пультами, не хранятся все центральные блоки и могут быть назначены или переназначены. Итак, по поводу дизайна. Как вы видите, это вполне себе современный внешний вид, низкий профиль. Качество сборки – это по-прежнему Европа. И так как пульт довольно тяжелый, у него металлическое основание, он вполне себе устойчиво ведет на конференц-столе. И если вы будете наклонять микрофон на гусиной шее в ту или иную сторону, он будет зафиксирован, не будет подниматься там, шлепать по столу и так далее. Небольшой обзор, что есть на этом пульте. В принципе, это стандартный, по большому счету, конференц-пульт, у которого добавлен полноцветный 5,2 дюйма сенсорный экран. Так же, как и на предыдущих микрофонных пульта конфидея, у него есть два разъема выхода на наушники 3,5 мм. Есть слот для кардхолдера, скажем так, для установки бейджа. Кнопка включения микрофона, назначаемый функционал, который можно выбрать в зависимости от лицензии. А также есть тактильные маркеры. Это если вы раскроете презентацию на полный экран, увидите такие, назовем так, пупырышки под каждым элементом на экране и под кнопкой включения микрофона. И винтовой разъем для микрофона точно такой же, как на конфидея Plexus. В общем-то, в этом они не отличаются. Далее, встроенный динамик, светодиодные индикаторы, отображающие статус микрофона пульта, который находится на задней части корпуса. Два порта Plexus, как я уже говорил, снизу скрыты. Отверстия для винтов тоже, о которых я сказал. И сейчас, пока эта функция недоступна, но в будущем будет реализована поддержка Bluetooth для подключения соответствующих слуховых аппаратов или наушников с поддержкой этой технологии. Как и все остальные микрофонные пульты Plexus, пульты Flex могут быть комбинированы со всеми другими устройствами Plexus. То есть это настольные врезные микрофонные пульты, таблички, пульты переводчиков, мультимедийные устройства и беспроводные микрофонные пульты. Единственное, что сохраняется, как и раньше это было, такое правило, что мультимедийные и не мультимедийные устройства должны быть на разных ветках. По количеству устройств на одной ветке, в принципе, телевик говорит, что достаточно одной ветки для обеспечения питанием и функционалом до 15 пультов Confidia Flex. Как обычно, это значение может меняться в зависимости от расстояния до первого пульта, от типа используемого кабеля, ну и так далее. То есть это, в принципе, считается. Но в большинстве инсталляций, как я посчитал, посмотрел по калькулятору, который представляет телевик, в принципе, желательно ориентироваться и соединять на 12-13 пультов на ветку. Для большинства задач этого будет достаточно. Ну и также, соответственно, можно комбинировать, как здесь на картинке, с мультимедийными пультами, как я уже сказал, они должны быть на отдельной ветке. И соответствующее есть правило по количеству микрофонов пультов мультимедийных, для сколько их может быть помещено на одной ветке. И на всякий случай напомню, что они могут питаться как по витой паре, так и от внешнего блока питания. По витой паре мультимедийные пульты – это порядка 5-6 пультов. И если внешнее питание, то до 20 пультов на ветку. Так, у нас, судя по всему, есть вопрос. Перед тем, как перейти к следующему слайду и к следующему опросу, я попробую на него ответить. Вопрос. Только последовательное подключение. Ну, что значит только последовательное? В общем-то, это основное преимущество конференции систем в том, что пульты можно подключать последовательно. И это не отменяет возможность реализации такой топологии, когда пульты подключены типа звездой. Да, то есть если мы используем расширитель портов Next, у которых есть вход-выход для подключения к шине Plexus, и четыре дополнительных порта для подключения к пультам, будь то пульты переводчика или пульты делегата и так далее. Соответственно, вы можете на каждую ветку повесить по одному микрофону. И таким образом будет вот та самая топология звезда. То есть вы можете и больше подключить, в данном случае до 12 или 15 микрофонов, но можно ограничиться одним, чтобы только один кабель подходил к микрофону. Также поддерживается топология петля, петлевая топология для резервирования линий. И опять же напоминаю, если вдруг у кого-то есть сомнения, сколько в этом случае может быть микрофонных пультов на ветке в этом кольце, то еще раз говорю, что их должно быть столько же, сколько может быть на одной ветке. То есть понятно, что разрыв ветки может произойти в любой точке, либо в середине и разобьет, например, 6,6, ничего страшного. Но он может и, скорее всего, произойдет на длинной трассе от центрального блока до первого пульта. Соответственно, в этом случае, если произойдет разрыв, то все 12-15 микрофонов повиснут на одной ветке. Их не должно быть больше, потому что есть определенные ограничения по току на линии. И давайте дальше пройдем опрос. Этот вопрос касается меня непосредственно, потому что в большинстве случаев именно я буду проводить это обучение. Скажем так, это судьбоносный вопрос для меня. Где можно посмотреть мануал на проектирование системы? Мануал находится в закрытой партнерской зоне, но вы можете получить его, обратившись ко мне, написав на нашу электронную почту info.sobakabrylov.com. Я или мои коллеги его вам смогут прислать. Также можно будет и получить те самые калькуляторы, о которых я говорил. Итак, мы посмотрели с точки зрения железа. И теперь мы перейдем к функциональным возможностям и к интеграции с софтом по использованию этих пультов. Как я уже сказал, функции пульта определяются выбранными лицензиями. Каким образом это происходит, я расскажу чуть позже. В принципе, там все довольно просто. Понятно, что сенсорный интерфейс меняется в зависимости от той лицензии, которую мы выбрали для этого пульта. Это очевидно, потому что если есть лицензия, например, на голосование, то и сенсорный дисплей должен иметь возможность показать эту функцию. Ну и также добавить новую функцию можно в любом моменте использования устройства. Единственная оговорка, что нельзя это сделать, к сожалению, непосредственно во время мероприятия. Нужно это сделать до мероприятия, запустить процесс инициализации и так далее, как я тоже позже покажу. Также возможно настроить пользовательский экран, то есть экран приветствия, сделать некую кастомизацию. И дополнительно нужно отметить, что этот микрофонный пульт имеет тактильный мотор для физической обратной связи. И эту функцию можно активировать через меню. То есть многие сталкивались, наверное, с тем, что говорят плохо использовать сенсорный экран, потому что непонятно, нажал, не нажал, нужны физические кнопки и так далее, и так далее. Вот в этом случае это некий такой компромиссный вариант, когда есть и тактильная обратная связь, и при этом сенсорный экран. Дополнительно микрофонный пульт снабжен датчиком освещенности, который автоматически регулирует яркость, ну и плюс-то яркость можно устанавливать вручную. Чем еще замечательен этот пульт? Пульт замечательный, не только пульт именно, а именно наличие дисплея, то, что можно при свободной, при фиксированной рассадке отобразить имя делегата на его дисплее. То есть в этом случае, если раньше использовались таблички только для этой цели, чтобы человек знал, куда ему садиться, то в этом случае от этих табличек можно избавиться и отобразить имя делегата прямо на пульте. Что довольно удобно. Что же еще может быть отображено на дисплее? Помимо того, что если у вас назначена функция регистрации по картам, будет инструкция о том, что необходимо перед началом использования пульта вставить карту в кардхолдер, также может быть отображен на экране название митинга, текущая повестка, текущий выступающий, позиция в листе запросов, время на выступление, индикация «Говорите медленнее», голосование, естественно, таймер голосования и результаты голосования. Теперь по поводу назначения стандартных вариаций без дополнительных лицензий. Это использование пульта как дискуссионный пульт для делегата и для председателя. В режиме председателя у этого пульта, как вы видели до этого, имеется вот эта одна большая кнопка. В случае председателя нажатие на разные стороны этой кнопки вызывает разные функции. В этом случае, когда мы активируем лицензию, появляются соответствующие пиктограммки на разных концах кнопки, и кнопки эти начинают работать как включение, активация микрофонного пульта и как кнопка следующей в очереди. Также появляется доступна кнопка записи и мероприятия и управление повесткой дня, и если установлены соответствующие лицензии голосования, то управление голосованием. У делегата немножко попроще. У него возможность просмотра повестки дня, информация о выступающем, длительность выступления, и если, опять же, активирована функция голосования, это возможность участия в голосовании. И обзор лицензии. Значит, смотрите, еще раз по поводу того, как это активируется. Нужно перейти в режим настройки системы, когда система определяет пульты, которые подключены в данный момент к системе. И в этот момент, после нажатия на кнопку включения микрофона, этот пульт инициализируется, и на его дисплее появляются, в данном случае, пока так как у нас доступны три лицензии, это выбор лицензии голосования, лицензии идентификации по картам и лицензия на языковую поддержку, на синхроперевод. Соответственно, если вы прямо сейчас поставите эти флексы, то увидите три таких вот иконки, и в зависимости от того, какой иконка будет выбрана, такие функции будут назначены на этот пульт, в зависимости от того, есть ли это лицензия на центральном блоке или нет. Лицензии, как я уже говорил, хранятся на центральном блоке, могут быть назначены и переназначены на любой пульт. В дальнейшем появятся еще две лицензии. Это лицензия на пользование устройством двумя делегатами и, как я уже упоминал, лицензия на поддержку технологии Bluetooth. Немножко подробнее по поводу голосования. Может быть до 10 вариантов голосования. Для каждого можно назначить уникальный цвет для каждого пункта. Отображение таймера голосования, отображение результатов голосования и председатель, соответственно, как я уже тоже говорил, может управлять голосованием старт, стоп, пауза. При активации идентификации, значит, в случае использования одним делегатом необходимо вставить карту в кардхолдер. В случае использования двумя делегатами нужно будет коснуться карты, пульта и таким образом войти в использование этого микрофона. И для каждого делегата на дисплее будет с его стороны его функция. И для выхода из системы нужно будет соответствующую кнопку выхода нажать на ассессорном дисплее. По языковой лицензии, также, если один делегат, то у него, соответственно, будет выбор языка. Также можно активировать тактильную функцию, что поможет для людей с плохим зрением, например, как-то осуществлять какую-то навигацию по этим каналам. Для использования двумя делегатами с каждой стороны будет по селектору каналов. Кстати, надо вот отметить, что лицензия для двух делегатов при ее активации нужно будет все остальные лицензии предусматривать по две. То есть если у вас 10 пультов на два делегата, то в этом случае, если вам нужен полный функционал, вам нужно 20 лицензий на голосование, 20 лицензий на идентификацию по картам и 20 лицензий на языковую поддержку. Это нужно иметь в виду. Собственно, по моей презентации мы закончили. Сейчас я отвечу на вопросы. Да, пульт рассчитан на двух делегатов. Я уже сказал, что это активируется лицензией. Так, пульт вроде должен быть один, но на презентации отличаются кнопки. То есть он всегда фиксирован в функционале. Нет. Как я уже говорил, что кнопка одна и та же, но при активации лицензии председателя при нажатии на разные стороны этой кнопки будут разные действия происходить. То есть если вы делегатский выбираете, то куда бы вы ни нажали на эту кнопку, это будет просто активация микрофона. Если председательский, то при нажатии на одну сторону это будет активация микрофона, нажатие на другую сторону кнопки, это следующий в очереди. Интерфейс на русском языке доступен ли? В данный момент я не могу сказать, доступен ли он или нет, если кто-то из моих коллег знает эту информацию. Он доступен. Он доступен, да? Да. Хорошо, Владимир. Вот, значит, он доступен. Да. API доступен. Он точно так же, в принципе, он тот же самый, что и для всех остальных пультов. То есть так как с точки зрения функционала для центрального блока неважно, что за микрофонный пульт, функционал везде один и тот же. И, соответственно, как был доступен API для тех пультов, так он доступен для этих пультов. Так, пульт на двух делегатов оснащается... Нет, он оснащается, естественно, одним микрофоном, и он поворачивает в ту или иную сторону, вручную. Здесь имеется в виду именно с точки зрения функционала использования функционала всего остального пульта, кроме самого микрофона. То есть это средство уменьшения бюджета при том же функционале. Так, срок действия лицензии. Срок действия лицензии не ограничен. То есть если вы их однажды купили, они будут работать, пока у вас будет работать центральный блок. Дима, ты закончил уже свою часть презентации? Да, презентация закончилась. У меня буквально еще один слайд, который я хотел показать тоже. Надеюсь, что мы успели с опросом, с последним опросом, который сейчас был. И я хотел буквально сказать два слова напоследок. Я увидел еще один вопрос. Да, пожалуйста, пожалуйста. Надеюсь, можно, да. Перенос лицензии на другой резервный центральный блок. Смотрите, значит, как раз недавно был такой вопрос. Этот вопрос не только к этой системе. Это вопрос, в принципе, к системе с любыми пультами, в том числе мультимедийными и так далее. Нет, перенести лицензии на другой центральный блок нельзя, но если у нас есть вариант подменного пульта или у вас есть резервный центральный блок, тут два варианта. Либо вы сами полностью приобретаете весь набор лицензий для резервного пульта и таким образом 100% резервируете. Но также можно просто запросить у нас временную лицензию для другого центрального блока, и она вам будет действовать в течение месяца, с двух, трех, полгода на срок, пока у вас не появится обратно ваш центральный блок с этим набором лицензий. Так, если центральный блок вышел из строя лицензии, да. Если он вышел из строя совсем, тогда вам поменять центральный блок, и лицензии, естественно, вернутся в том соответствии, в котором они были приобретены. А по поводу временной подмены я уже сказал. Так, есть возможность резервировать линию. Да, я говорил об этом. Можно подключать микрофонные пульты кольцом и тем самым резервировать линию от разрывов. Можно ли на горячую отключать и подключать пульты? Как любое оборудование, на горячую подключать пульты не рекомендуется, но в принципе это возможно. Надо желательно, конечно, следить, чтобы не было статики при подключении и не было каких-то вот плохого контакта, когда происходит разряд между соседними контактами. Понятно, что RG45 разъем, он, там контактор находится довольно близко, и, конечно, желательно, и так как по ним идет питание 48 вольт, естественно, желательно на горячую это не делать. Но в принципе это возможно. То есть обычно, когда какие-то горячие заседания, естественно, никто не будет выключать центральный блок и менять, например, выключающие строя на микрофонный пульт, это делается на горячую. И у нас в принципе не было инцидентов, когда именно по этой вине что-то выходило из строя. Но общие рекомендации такие, как я сказал. Так, все, пока вопросы больше. Ай, вот еще какой-то. Насколько чувствительна система к кабелям и их перегибам? Ну, так как это фактически аудио оверопи, соответственно, все те требования к передаче, то есть к работе SKS-системы, которые там имеются для гигабитной сети, все применимые здесь. Единственное, что надо отметить все дополнительно, что обязательно все кабели должны быть и разъемы экранированные. Какая гарантия на оборудование? У нас стандартная гарантия на оборудование один год. Ежегодную поддержку для ремонта или замены. Ну, если это не по вашей вине оборудование вышло из строя в течение года, то это гарантийный ремонт. Если после, то, соответственно, это будет уже не гарантийный ремонт и будет оплачиваться. По поводу продлить, я думаю, что... Владимир, может быть, ответит на этот вопрос. Да, я думаю, что мы, в принципе, можем, наверное, потихоньку закругляться. Я как раз хотел завершить именно ответом, возможно, на вот такого рода вопросы, потому что на самом деле вопросов, понятно, что у многих возникает довольно-таки много, и основная идея заключается в том, что сегодняшний наш вебинар, он скорее пригласит всех к диалогу и к возможному какому-то продолжению сотрудничества в отношении телевика, и в том числе с точки зрения того, чтобы посмотреть более глубоко на какие-то технические вопросы, пройти обучение. И вот здесь вот на моем последнем слайде, который я хотел сегодня показать, фотографии наших демонстрационных кейсов, которые есть на мультимедийный пульт и на вот пультфлекс, это полностью устройства, которые работают без центрального блока, то есть они эмулируют работу системы в комплексе. И мы предлагаем всем, кто хотел бы показать эти пульты заказчикам, эти возможности использовать. То есть вы можете взять у нас такой демонстрационный кейс и, соответственно, показать его вашим заказчикам, и, соответственно, дальше уже люди каким-то образом могут принимать самостоятельные решения. Но вот в целом, если говорить о том, как сейчас продается телевид по всему миру, то в основном... Ну, то есть до тех пор, пока мы сравниваем конференц-систему по цене или по маржинальности, или по отсрочке оплаты и так далее, это все становится достаточно... То есть в таком случае можно, условно говоря, покупать абсолютно любой бренд, который просто укладывается в бюджет. Но телевик интересен именно тем, что он... Вот эти новые современные пульты, по крайней мере, телевика, они интересны именно тем, что когда заказчики их видят, многие действительно понимают, что да, это именно то, что нужно. И вопрос цены или вопрос каких-то других условий, он, безусловно, остается, но зачастую отходит на второй план. И мы будем очень рады возможности поддержать вас в вот этих вопросах как технической помощи в работе с конечными заказчиками, так, либо если вы конечный заказчик, то мы готовы будем, возможно, встретиться или предложить кого-то из наших дилеров, потому что у нас по всей России, естественно, достаточно большая дилерская сеть, и мы заинтересованы в том, чтобы именно наши дилеры поставляли эти системы конечным заказчикам. Но, тем не менее, с точки зрения демонстрации оборудования, мы с радостью готовы предоставлять оборудование на тестирование, на демо, и вот для этого у нас есть, соответственно, такие вот кейсы. Есть идея того, что вот самый последний слайд, того, что мы в апреле проведем какие-то дополнительные мероприятия, но пока что в связи, опять же, с коронавирусом совершенно непонятно, насколько нам удастся реализовать эти идеи. Вот тот план, который вот здесь есть, мы пока не отменили, но, возможно, нам придется перенести на какое-то дальнейшее время, поскольку мы, естественно, хотим приглашать наших иностранных партнеров. В общем, пока со всей этой ситуацией непонятной мы находимся в размышлениях. Но в любом случае ничего не мешает нам уже сейчас начать какую-то совместную проработку с вот этими новыми пультами Flex или с мультимедийными пультами по вашим проектам. Мы можем вам предоставить, как я уже сказал, демонстрационное оборудование. И в целом, наверное, завершая вот нашу встречу, хочется сказать, что сейчас вот этот бренд Televig, он находится вот прямо на пике своего развития. И, ну вот, есть возможность, наверное, воспользоваться этим пиком, этими красотами, которые они, наконец, начали делать, а надо сказать, что в этом году ожидается еще одна очень заманчивая новинка. И вот здесь наверняка многие из вас согласятся, что это красиво, и вот эти красивые инсталляции хочется делать, и это вызывает некий такой... Вот у меня, например, всегда был большой интерес к реализации таких проектов, именно потому что мы можем делать хорошо и красиво для других людей. И вот пульт Confidei Flex, он как раз является одним из таких пультов, на которых можно на такие инсталляции делать красиво. Что ж, мы благодарим вас за то, что вы провели с нами целый час. Понятно, насколько дорого сейчас ваше время. Это вот искренняя благодарность вам за то, что вы нашли это время прийти и посетить этот вебинар. Я надеюсь, что он будет для вас полезным, и мы сможем продолжить работу уже за рамками телевизора. На каких-то совместных встречах, мероприятиях и других проектах. Вот. Всего вам наилучшего. Будьте здоровы. Есть еще пару вопросов, которые появились. Я, наверное, на них отвечу быстренько. Дима, на твое смотрение. А, еще у нас есть еще один опрос, я так понимаю. Да, вот как раз. Он уже был, мне кажется. Да, он уже был. Ну, в общем, я свою часть завершил. Тогда всех благодарю. Наверное, мы можем ответить на вопросы и после мероприятия, уже если какие-то остались. Потому что, наверное, на все вопросы не ответишь. Ну, одна минута есть, а их больше два вопроса можно ответить. Значит, первый вопрос по поводу использования Nexta. Обязательно использовать Plexus PS? Значит, во-первых, с центральным блоком Plexus MME можно запитывать его прямо от центрального блока. Там есть соответствующий разъем. В случае с AIR, да, телевиком рекомендовано использование Plexus PS, но, в принципе, вы можете использовать блок питания для центрального блока Plexus ERPS, который стоит гораздо меньше, но и, соответственно, у него меньшая мощность. Но также вы можете просто дополнительно его приобрести, заменить разъем, подходящий на то, чтобы он подходил к Plexus Next, и таким образом его запитать. По поводу интеграции с BASH-ом, непосредственно интеграции нет. Есть опыт, что использовались именно таблички вместе с микрофонными пультами Bosch, но они работают как независимая система. В принципе, возможно, некая интеграция, но это через промежуточный такой промежуточный софт самописный. Вот. Ну, так как больше вопросов нет, я тоже с вами прощаюсь. Большое спасибо за то, что пришли к нам на вебинар. Всего хорошего. До новых встреч.